Ёлочный фестиваль. В музее советского автопрома рядом с автомобилями появились новогодние ёлки. В день годовщины со дня открытия музея, 18 декабря, его руководители решили устроить праздник не только себе, но и всем ценителям прекрасного. Идея не моя. Она просто навеяна была посещением резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, где есть отдельный зал, где представлены ёлки, которые присылают Деду Морозу со всей России. И они сделаны из самых невероятных материалов, самых невероятных форм, самых невероятных цветов. В экспозиции представлено 40 работ. Все они сделаны руками ивановских художников и дизайнеров. Материалы разные. Студенты Политехнического университета представили на суд зрителей вот такие ёлки из текстиля. Есть здесь и натуральные лесные красавицы, украшенные сушёными фруктами и расписанными вручную шарами. Самая большая ёлка сделана в техно-стиле. Двухметровые гаечные ключи вырезаны художниками Александром Уткиным и Михаилом Ивановым из пенопласта. На воплощение смелой идеи, как нам рассказали создатели композиции, ушло порядка двух недель. Результатом проделанной работы остались довольны. Я в любой своей работе, в живописи или вот в таких скульптурных композициях отталкиваюсь исключительно от того, чтобы это было, но чтобы такого не было вообще. Пусть это будет, как бы скажут, вот многие ходят, говорят, там это на ёлку не похоже, это ещё что. Мне всё равно абсолютно. Это должно быть так, что это самое главное, это запомнилось. Организаторы постарались создать новогоднюю атмосферу не только за счёт праздничной атрибутики. Гостями выставки стали Дед Мороз и Снегурочка. Зрителям такой нестандартный подход пришёлся по душе. Я испытываю сейчас очень много положительных эмоций. Наверное, такие мероприятия, они очень полезны, потому что забываешь о каких-то своих, может быть, неудачах, которые на неделе присутствуют, и расслабляешься. Это на самом деле стоящий отдых. Люди воплощают свои идеи через то, что им хочется, что им нравится. Почему бы и нет? Ну, в этом и есть искусство. В ходе вечера зрителям было предложено выбрать лучшую ёлку. Каждый экспонат пронумерован. Чтобы проголосовать за понравившееся, достаточно было написать его номер на листке бумаги и опустить в урну для голосования. Выставка будет работать и после праздников. Своими глазами увидеть необычных лесных красавиц ивановцы смогут до конца января 2016 года. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.